Продолжение следует... Вот, пожалуйста, 45 градусов. Или, если вам надо угол в 90 градусов, вот, пожалуйста, две детали совмещены под углом 90 градусов. Магниты магнитами также существуют зажимы. Вот один из моих любимых зажимов. Что интересно, с этим зажимом можно совмещать детали очень точно, которые имеют разную толщину. И видно, что уголок 3-х миллиметровый и 25-ти миллиметровая квадратная труба соединены здесь точно под углом 90 градусов. Но чего у меня нет, и что бывает очень часто нужно, это приспособление для того, чтобы паять или варить медные или стальные трубы под углом 180 градусов. То есть, встык друг с другом. Ну вот, недавно, можно сказать, повезло. Есть у меня теперь 100-миллиметровый уголок. И из него-то я и сделаю себе приспособление для того, чтобы можно было две трубы или два уголка, или два разнородных материала вот так вот положить и спокойненько сварить. Этим сегодня я и займусь. Сделана эта штука будет из двух частей. Хочу сказать, что недавно приобрел вот такой маркер. Специально он сделан для металла. Они есть разные цвета. Белые, желтые, красные, зеленые. Но вот я взял красный, наверное, потому что его будет лучше видно, я так думаю. Вот, ну, в первую очередь надо размерить. Я думаю, что 50 сантиметров будет достаточно. То есть, это где-то вот такой кусок. Сейчас мы его... 50, ну, может... Это у нас 500 миллиметров у нас прям. Особую точность здесь, опять же, мне не нужна. Это не точный инструмент в смысле его длины. Давненько я не выставлял свою пилу. Выставить так, чтобы здесь вот у меня между пилой и тисками был угол в 90 градусов. Можно еще раз проверить. Зазоров нет. Все отлично. Тисточки зажать. Вот, 50 сантиметров. Ну, вот, первая заготовка. Хочу вот здесь выбрать, ну, наверное, ячейку размером 50 на 50 миллиметров. Назначение которой я объясню чуточку позже. Надо сказать, что маркер просто отличный. Во-первых, он очень быстро сохнет. Рисует почти на любом материале. Стекле, пластики, металли, алюминии, меди, на дереве. И он не пахнет. Видно, да? Очень яркий. Красный такой цвет у него. Вот это место. Ячейку я ее выберу отсюда. Вот этот замок мне не очень нравится. Он вроде держит, но как-то у меня нет в нем уверенности. Теперь мне надо с обеих сторон прорезать вот эти места. И этот уголок отсюда выпадет. И получилось с нем вот такое отверстие. Теперь надо знать вот это, длину вот этих двух сторон. 225. И 225. Пока ее отложим в сторонку. Возьму вот этот. 225. 235. Сколько здесь у нас осталось? Интересно. 760. То есть я могу из нее сделать 4 штуки. Это по 190 миллиметров, значит. Получается раз, два, три, четыре. Отлично. Сейчас мы их так и обрежем. Приварю сюда вот так и вот так. То есть получится на срезе буква Х. Или плюс. Ну, кому как нравится. Приспособление для работы в прямом стыке. Сейчас еще надо зачистить места сварки. Приспособление для работы. 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 чуть-чуть я по центру поправить затянуть у нас сейчас здесь вот прихвачу в этом месте прихвачу все 90 градусов угол выдержан сейчас я вот здесь его прихвачу переверну прихвачу с противоположной стороны и поставлю эту часть тоже здесь прихвачено сейчас я прихвачу вот отсюда то есть вы перевернуть то есть эта часть есть сюда и попозже когда эту верхнюю сделала сюда я позже пойду проварю здесь проварю и она будет насмерть держаться а теперь я их вот здесь вот проварю быстренько щеточкой пройду шов получился неплохой сейчас я с противоположной стороны почищу и можно будет ей пользоваться для чего все это делалось представьте что у вас труба длинная здесь наверное два метра этой 2 дюймовки ну и тем не менее даже с двумя метрами иной раз так намучишься потому что в тисках толком не зажмешь труба мягкая легко можно ее помять атакую раз поставил если надо отверстие просверлить в станке сверленным станком или если просто ручной дрелью обнял ее зажимами прихватил и сверли делать что хочешь если надо пропилить отверстия прорезать или допустим представьте что вам надо с ней работать и где-то посередине посередине самой трубы вам надо что-то делать тиски ее здесь зажать даже тиски у меня не как бы универсальная то есть есть тиски также с губками для труб ну попробуйте зажать вот эту трубу в этих тисках есть высокая вероятность того что труба помнется это нежелательно я кстати той стороны крайне редко пользуюсь очень спокойно очень легко поставили есть у вас на верстаке можно на земле это делать спокойно на борту вашей машины можно например если у вас места мало или вы приехали куда-то и где-то вам надо какую-то работу произвести ну вот ставили и допустим в нашей машине все можно и спокойненько обрабатывать сверлить отверстие можно пропаять если допустим вам надо обработать или сварить ну вот так она выглядит то есть есть место доступа можно конечно вот эти места вот здесь срезать чтобы был больше доступ ну посмотрю если надо будет это несложно сделать болгаркой отпилю да и все вот такое вот нехитрое но я думаю очень полезное приспособление например удобно работать а также удобно работать не только с трубами например вам надо срастить уголок ну это я для примера взял такой первый попавшийся под руку срастить уголок и не важно что он длинный не важно длинный он или два коротких куска которых надо соединить зажимами опять же обжали можно проварить можно обработать можно если это медный там или алюминиевый материал можно также сварить или спаять его и так далее то есть очень удобно очень я доволен этим ну думаю теперь пригодится на долгие годы металл здесь серьезный а почему 100 миллиметровый уголок ну во-первых он мне как бы достался за бесплатно также довольно таки тяжелый материал сюда можно положить трубу и большего диаметра вот например 7 дюймовая труба легла никуда она не денется можно ее притянуть вот она прекрасно лежит и и и